Самый проклятый русский вопрос, который в Питере особенно актуален. Почему Россия не Финляндия? По-моему, большего национального позора, чем поездка на Аллегро, нет. Поезд идет, а за окном такие же хляби, топи, комарьё, а потом вдруг всё другое. Это мы наездили 6 миллионов посещений Финляндии больше, чем Турции. Что это за такая страна-курорт? Оказывается, из Лапенранты лучше везти всё, даже моющие средства привозятся из Финляндии. Потому что так дешевле они оказываются качественнее. И никто этому не устыдится. Никто не задаст вопрос, почему Хельсинки более комфортный город для жилья, чем Петербург? Почему там дороги лучше, зарплаты у дорожных рабочих выше, а обходятся дороги дешевле? Как так? Если общество больше интересует существование бородатой австрийской певицы, а не то, что в Австрии учителя и врачи получают в 5 раз больше, тогда того это общество и достойно. Не то женщина, не то мужчина, бородатая женщина, Кончита Вурс. У меня вопрос. Европа что, совсем обезумела? Нет, нету предела нашему возмущению. Это конец Европы. Она сгнила. У них оно. Европа среднего рода. Я уже даже не надеюсь, что при моей жизни это общество наконец сообразит, что может ему и рассказывают так подробно про бородатую австрийскую певицу, чтобы они не вспомнили про зарплаты австрийских врачей и учителей. Вы помните мои слова? Я сказал, что все миры уважают Россию. Я держу эту флагу, я говорю, я из Камеруна. Вы не знаете, какая страна сильная, могущая. И я верю. Я верю. Запомните мои слова. Россия будет на колени. Я не жалею, что окончил факультет журналистики, а жалею о том, что у меня в принципе нет образования. Советское высшее гуманитарное, то есть никакое. Люди моего поколения оканчивали не Санкт-Петербургский государственный университет, а Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет имени Жданова. Тут каждое слово на вес золота. Какой бы факультет мы не оканчивали, госэкзаменом мы сдавали научный коммунизм. Это лженаука. Вся первая страница вкладыша в наш диплом – это тысячи часов лжи. Научный коммунизм, диалектический материализм, политэкономия, социализма, история КПСС, марксистско-ленинское учение печати, научный атеизм. Идея справедливости, духовности, знания, открытия, она движется всем человечеством. По сути дела, первым коммунистом был Иисус Христос. Я вижу много советского вокруг себя. Общественная жизнь наша остается в основном советской. Книжный вариант на медни я стал делать только потому, что оказалось, это матрица, в которой мы живем. У нас советская армия, в массе своей советское образование, советское здравоохранение, совершенно советские выборы. У нас масса всего советского, нет политической конкуренции в стране, абсолютно советская моновластная система вождистского типа, такой мягкий, скучный авторитаризм. В Европе всегда можно быть уверенным, что позади тебя еще Албания. В этом смысле у нас есть Беларусь. Все-таки есть куда падать. Мы с россиянами один народ. Правда, как и украинцы. Мы из одного древа. Мы славяне. И мы всегда будем вместе. Сложно сказать, одна ли природа ностальгии по советской России и царской России. Никто же не знает, как была устроена жизнь до революции. Это наша позапрошлая родина. Есть в принципе ностальгия. Люди вообще склонны вспоминать молодые годы, когда солнце ярче светило, а девушки крепче целовались. Конечно, что пройдет, то будет мило. Но к советскому строю нужно относиться, ориентируясь на коренные его черты. Да, было весело. Хорошие люди. Мы дружили. Влюблялись. Жизнь шла. Человеческую природу победить трудно. Даже у Северной Кореи это не получается. Но надо смотреть на коренные вещи. Это строй, основанный на насилии и лжи. Он лгал с самого начала, и для того, чтобы заставить эту ложь слушать, необходимо было применять насилие. В общественном плане я не вижу особого прогресса по сравнению с советским периодом. Сколько должно пройти времени, чтобы о текущем моменте мы говорили, ну да, была такая гибридная демократия, выборы с заранее известным результатом. Но вместе с тем, это был определенный период. Опять найдутся какие-то оправдания, потому что у России свой собственный путь. И так каждый раз. Мы в Афганистане служили, и мы поддерживаем президента Владимира Владимировича Путина и политику нашей России. Все, все, идем, нас снимают. Поэтому мы здесь и будем всегда. А что, есть опасность? Ну, мы всегда думаем, что есть опасность в чем-то. Мы не хотим, страшное слово, война, потому что мы прием прошли. И не хотим, чтобы наши дети, наши жены и даже внуки, правнуки, чтобы мы против войны. Мне кажется, мы пока не сложившиеся цивилизации. Мы все еще находимся в состоянии переходного периода. В том числе и потому, что у нас не работают общественные институты. Парламент у нас не парламент. Партии – не партии. СМИ – не СМИ. Есть такая проблема, как говорят, нет у нас никакой единой России, кроме той, что неспроста пишется в кавычках. Индивидуальные проекты многих людей блистательны, а вот национального проекта мы пока не нашли. Отдельные жизненные подвиги нобелевских лауреатов, которые все чаще и чаще оказываются зарубежными учеными, указывают, что Россия пока не стала территорией нового национального проекта. Государство и власть скорее должны быть озабочены тем, что на этой территории люди не находят для себя приемлемого жизненного сценария, чем проклинать их, как клятва отступников, предателей и пятую колонну. Мы видим, что Путин начинает готовиться к генеральному наступлению, к генеральному восстанию против оккупантов, производит зачистку. Зачищены множество людей в Совете Федерации, в государственные зумы, зачищены иностранные агенты или те, которые могут быть таковыми. И об этом уже открыто, и это открыто делается. В правительстве пошли чистки. Министра уволили. Уволили Суркова, который в течение 12 лет являлся смотрящим за Российской Федерацией со стороны Соединенных Штатов Америки, который ввел и контролировал все средства массовой информации, которому подчинялась система американских агентов, оккупантов в средствах массовой информации в Российской Федерации. Это огромная победа кадровая. С трудом она далась. Выдавливаются враги, врага давливаются из оккупанта и из системы власти. Мы не атакуем, ну, в политическом смысле этого слова. Мы ни на кого не нападаем. Мы только защищаем свои интересы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok